давай сюда доброе утро из танзании доброе утро из танзании а мы пьем кофе доброе утро доброе утро всем акуна матата доброе утро всем доброе утро как-то поставим чтобы у нас было всех видно доброе утро наконец-то да ура мы из танзании мы прилетели посмотрите кого я вам сейчас покажу привет мои хорошие русский доктор ветеринар армянского происхождения обнаружила видеозапись вообще не помню в упор что вы не хотели вот но еще ничего не выложили сейчас будем выкладывать и здесь конечно такой интернет специфический поэтому будем как-то как-то нам нужно сесть всем привет мы в танзании мы в регионе килиманджаро леночек привет солнце не извини еще не прислала ни одной эсэмэски никому еще не ответила потому что мы только в 340 легли спать тема привет дорогой очень рада что ты с нами всем привет 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 3 сегодня сердечки поставила потому что у меня состояние еще ужасно нервная эти две валерья на сутра все-таки запилила вот и знаете еще такое состояние такой тремор но в общем это самый большой стресс моей жизни то есть у меня разные были ситуации но чтоб настолько стресса но и у меня продолжается потому что я конечно же абсолютно тревожная мать я это поняла вчера ну а как если он смотрит своими глазонькими и все и ты уходишь опять меня оставляешь и вот это вот понимаете вот эта тревога так нам принесли а давайте мы покажем что мы будем сегодня завтракать смотрите манга и бринк фуме манга морден вот и мелан маманга вот смотрите у нас манга арбуз и ананас и русские блинчики дома не едим к у вас поедем в танзане русские блинчики так ну что переживаю конечно очень часто ран свои ощущения расскажет смотрите у нас сейчас все поэтапно будем рассказывать но была очень большая тревога в отношении рейса который у нас застрял саудовской аравии друзья я вам скажу что саудитами шутки плохи и нам пришлось выходить на членов королевской семьи ну прям скажем на самого главного члена буду заговариваться и все будет смешно сегодня потому что это просто уже нервная но такой очень-очень добрый смех нервный но добрый еще раз всем привет вижу что здесь есть друзья и вижу что наши подписчики будем сегодня отвечать на вопросы давайте поэтапно расскажем значит зоне моей ответственности был перелет мы прилетаем саудовскую аравию на три часа позже из-за там домашних декларации специфики мы задержались есть вещи которые предусмотреть можно есть вещи которые предусмотреть нужно но есть вещи которые не предусмотреть потому что это жизнь поэтому у нас задержка произошла и уже небо саудовской аравии готова была нас выпускать но небо суда на нас не было готова принимать понимаете то есть там революция гражданская война но чтобы вы понимали пилот принимает решение конечно финальное но если военные действия то это под запретом то есть ты должен воздушный коридор выстраивать заново маршрут и подтверждать все что на пути нам очень нужно быстро было подтвердить кению слава богу андре вот тут итальянцы в россии мы уже все смеемся что реально итальянцы и плюс еще и лев вот вы помните да этот фильм там как раз сюжет связан с итальянцами они бегают всю ищут сокровища вести в питере это классный смешной фильм итальянцы нас нам очень помогали андреа который помогал мне организовывать и договариваться чтобы нас приняла там заня приняла в смысле именно небо открыли и там связи тоже очень хорошие у него есть и вы знаете что мы использовали всевозможные ресурсы но все уже ночи никто никуда не летит а ученых экипажа заканчивается заканчивается часы и максимум можно работать 15 часов лететь заканчивается часы и мы принимаем вернее капитан корабля принимает решение что мы остаемся несмотря на то что нам открыли кенью он каким-то волшебным образом андреа договорился кенью открыли но мы остаемся в саудовской аравии это в ряд и нас не выпускает из самолета еще и потому что у них там свои правила и даже членов экипажа которые должны были выйти и 13 часов отдохнуть а мы должны были остаться в самолете мы остаемся на ночь самолете две кошки происхождение африка и не совсем африка ну в общем происхождение вы знаете ну то есть его симба 13 пассажиров 6 членов экипажа и одна из пассажирок еще беременная женщина в положении представляете степень ответственности и вообще насколько это все вот 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 так вот сложилось как идеальный шторм и на следующее утро мы опять не улетаем потому что уже другая приходит у нас информация что не выпустит членов экипажа миграционная служба в саудовской аравии в общем мы приняли решение там посовещавшись пообщавшись с главным членом королевской семьи саудовской аравии что нам нужно срочно улетать мы улетаем в танзанию в общем сделали статус рейса срочный там определенные есть тонкости теньки сумматики безумно люблю манго мы самый любимый фрукт и мы вылетели вылетели очень быстро даже всех не успели предупредить единственное кого предупредили это принимающую сторону вот сейчас передаю слово кроме чаганки сама поим манго а он бы до этого момента тоже расскажет то что самое интересное начиналось дальше что дорогие наши друзья подписчики ну все мы помним полосатый рейс мы пережили рейс львины или там какой львин гривиста пятнистый рейс фактически больше суток мы находились на борту самолета вот хочу сказать спасибо нашим ребятам кто нам сделал варьер симбы потому этот клетка до который на внутри борта было потому что я боялся что когда животные начнут писать и какать самолете все задохнуться саудовской аравии жара до кондиционеры все закончились то что стало жарко дышать нечем с борта нельзя выходить вот но нам привезли какую-то такую огромную машину с огромной трубой подключили к самолету и пошла нормальная вентиляции включились кондиционеры все пеленки которыми собой увезли все были пропитаны моче за симбочки фактически не капли запаха то есть идеальный воздух мучились курящие в самолете но саудовские вот эти миграционки там пограничники уступили узнав что я доктор посадили на свою машину увезли свой домик где они там живут и я там курил представляете все здорово все хорошо животные нормально себе вели воспитанное как мы ночевали это это просто трэш перед кадры есть не знаю кто выкладывал я ничего не снимал значит перед клеткой место было занято мама юлей за клеткой папа папа симбы то есть мою вот прямо на полу на борту даже выспались вот нас покормили хорошо было самообслуживание бери чё хочешь еще хочешь еды примести много вот я не видел столько людей которые заходили периодически фоткали нашу симбочку девочку и уходили вот эти все в арабских таких штучках ну прикольно прикольно вот экипаж очень пониманием относился к нам вот каждое прохождение мимо барьера восстанавливались разговаривали симбой тот лежал на всех позах и на спине и кувыркался умудрился в этой клетке где там еле-еле он переворачивается даже кувыркался то есть показывал все свои умения всех смешил в целом-целом что а мы их покормили война войной завтрак остается завтраком вот пришлось мне с этим инженером механиком зайти багажное отделение вот искать в этих кучах чемоданах мясо мы же собой прилично мясо привезли вот нашел я филе фактически там около пяти килограмм вот проблема нету ножа в самолете но мы нашли этот монтажный нож такой наши мальчишки в инструментах оказывать его положили принесли этим ножом прямо на тропе мы организовали такой такую сцену резали мясо это все есть это все моменты есть фактически экстремальные условия но животное получали все по плану все по времени все как планировалось хорошо плотненько поели ева рычала на всех кроме папы готова была сожрать всех кто шел мимо и вы в туалет каждые клетка была в конце салона первое время бедные сюардессы прямо шли не знаю там стойки смирно и бочком вот а потом уже все привыкли все фактически нормально хорошо все прилетели и даже строгий капитан да ну короче трогался растрогали все переживали все помогали все это это просто надо было видеть очень радостно очень с пониманием все отнеслись к этим всем проблемам вот куча звонков сообщений пока мы там стояли в этой до солдатской аравии вот конечно там жарище и пилище такое направление очень специально если не знать правила поведения можно легко оказаться что за все карается все абсолютно когда они зашли на борт самолета первый вопрос был алкоголь есть в самолете у них алкоголь free запрещено слава богу у нас очень воспитанные и пассажиры били никто забыла и в самолете и даже собой никто даже вообще-то не стоял этот когда вообще не стоял разговоры все остальное что сейчас вот сядем будем там что-то там попивать как обычно это бывает когда садятся международные вести то есть фактически четко хорошо красиво на всех этапах русская телевидение русской медной компании фотограф работали все наши манипуляции все действия уникальные кадры даже как по или симбочку есть с брызгами водички вот ну в целом целом что хочу сказать добрались до летели долетели конечно сильно устали сильно очень вот я забыл все мои таблетки в разных чемоданах разных сумках я уже не говорю когда прошли регистрацию в челябинске мы посчитая наши ручные клади и чемоданы я обнаружил что главный рюкзак с моими личными таблетками и вещами мы просто забыли машине спасибо начальнику безопасности челябинского аэропорта которые евгений да евгений да то есть забрал ваша главное привез передал вот то же самое у нас произошло по прилету по прилету сюда килиманджаро в аэропорту тоже все вышли все уже печати все поставили я считаю у меня не хватает два пакета пакет с продуктами для животных и миски то есть фактически самое главное то есть еда животных мы забыли под пальмы пришлось опять обратно идти есть понимание все сопроводили показал где пальму и под пальмой лежали наши несчастные пакетики с мясом все забрали все пришли вот встреча была конечно очень такая серьезная на серьезном уровне кто только не зашел самолет какие только службы этой службы безопасности эти местные фсб это и ветеринары аэропорта это ветеринары госуправления это представители местного росприроднадзора это род представители россии ухознадзора ну они так здесь по-другому немножко называется вот очень долго изучали наши русские документы при том забрали все что надо что не надо все забрали вот очень долго очень долго работает потому что это все ой какая помо . плавает . вышла потом я покажу эту красоту где мы находимся тарайский уголок а мы ангелочки тут сидим и завтракаем и вам рассказываем вот то есть очень боялись они льва хотя лев просто сидел и ждал чтобы его кто-то сказал ласковое слово и погладил и каждый кто заходил на борт независимо кто он там фсб-шник там ветеринар или там работник уборщик самолет они все фотографировали симбочкой ставьте сколько но все были предупреждены не креста бог это было действительно это тотемное животное дали тем более так близко чтобы они со львом это знаете такое впечатление что они никогда не видели живого льва вот у меня вот такое вот такое у меня впечатление что они никто из них не видел так близко льва да вот 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 все у него такие глаза ну короче прикольно вот так со стороны наблюдаешь очень прикольная вот потом для меня очень удивительно потребовали какие-то анализы что по приезду надо взять анализ крови и так далее возьмите лев лежит спит никто из ветеринаров такая толпа не подошел просто тупо пришлось мне с их ним там это сломанной машинкой побревать испортить красоту нашей симбы лапку поставить туда вену в общем очень мне не понравилось вот даже их профессионализм до температуру мерят там чуть не полностью с рукой засунули бедному спящему льву банальная и к столу сказано место этот градусник держа долго еще там по-английски они все там базарит по-английски господи даже на слой или поправляет я тут для меня английский слах или одно и то же друзья нам принесли fresh ананасовый такая кисля окислятина супра ну давайте за вас давайте у нас алкоголь free мы все на веганстве я нет я мясо ем хотя вчера пол бокальчика беленького вина но уже чувствовала что иначе все периодически здороваются доброе утро да всем привет всем здравствуйте друзья поделитесь эфиром кстати чтоб многие посмотрели многие переживают у меня миллиард сообщения если я только сяду разбирать эти все сообщения у меня просто полдня уйдет поэтому поделитесь друзья поделитесь тут проблема с вайфаем телефоны зарядки у меня всю ночь только один телефон зарядился потому что розетки все шатается сейчас буду над этим еще работать давайте расскажем вопрос нет будем рассказывать вопросы потом наверно я покажу я расскажу что у меня больше всего впечатлило ну во первых будем отдельно делать эфир я хочу просто всех поблагодарить вот вот запятую и огромное количество людей вовлечено из я сюда уже прилетела мне с утра уже стимба мама симба ты прилетела дайте что когда мы встретимся мы хотим приехать и очень много уже друзей здесь там за низких не представляете когда в прошлый раз я была вот три месяца до решала все эти вопросы на самом деле стратегия то в общем то как выстраивалась моя коммуникационная рассказать об этом кейсе как можно больше чтобы узнали неважно простые люди танзаницы участвовать я захожу в отеле все уборщики здороваются потому и симба симба чуи чуи это леопард помните что как привезли привезли все спрашивают и министры и там и члены правительства и неважно кто моя стратегия была чтобы вся танзания узнали про нашего симбочку ну и про его естественно тоже и ребят это в итоге сработало потому что это как то работает как 6 рукопожатие может быть еще в общем энергетический вот этот потенциал он накалился и потом дал свой результат смотрите что меня впечатлило в первую очередь работа наших ребят у нас забыли кипера это давид младший сын карена и агван тоже друг приюта очень хороший ой как они молодцы танзанийцы были в шоке то есть они так это все скручивались я про видео поделюсь варьет быстро это вот буквально 20 минут нам нужно было клетку разобрать вынести симбу и потом клетку собрать то есть это где-то от 20 до 27 минут максимум вот такой вот коридор за это время еще успеть взять анализы то есть работал карен на площадке работала несколько бригад причем нам не разрешили чтобы принимали участие еще те пассажиры которые с нами дополнительно наши друзья прилетели там очень строго ограничение по безопасности но это представьте все это происходило в режиме какого-то я не знаю у меня до сих пор еще не что я фильм смотрела или это какая-то другая реальность было как на спец спецоперацию реально спецоперация мы репетировали конечно вот я не знаю смотрит артурчик эфир ну может ему расскажет вальчик спасибо тебе огромное мы улетали на ужасных нервах из-за этих таможенной декларации прочее я знаю что ты очень нервничал ну давай уже сейчас выдохни если ты посмотришь эфир или кто-то тебе передаст пачок я очень по тебе скучаю мне тебя здесь не хватает потому что мы с тобой все время хотя бы разбавляли этот стресс и юмором что я нажали с тобой над какими-то шутками вот но ты бы посмотрел ты бы гордился своим братом и своим другом вчера если бы ты видел насколько они работали ну просто супер классно танзанец это же я должна сказать мы там не перчатки попросили какую-то отвертку я не разбираюсь в их названиях ну в общем профессионально какая такая штучка ключ которая вот должна была быть присутствует и каждые 20 минут он спасал где мой ключ где мой ключ но они принесли тем не менее понимаете тем не менее принесли дальше помогали здесь конечно рабочие силы много но понятно ну что же прекрасно понимаем средняя зарплата 50 долларов вот в этой эре где мы находимся и это еще хорошо они здесь живут ясно да то есть это же все-таки не там где голодающие дети и прочее тут очень так все довольно роскошно для африки поэтому их конечно много но самый главный момент вопрос всегда менеджмент как это все организовано как это все организовать карен сказал уже что вчера было большое количество различных служб приехала и нужно со всеми поздороваться все телефончики взяли для лишь упали на люди из кгб их видно сразу в любой стране что они именно оттуда ну я считаю так что они отвечают за нашу безопасность поэтому ну хотят телефончик ради бога нам скрывать ничего у нас все все прозрачно все легально поэтому мы только очень рады сейчас перейду уже к симби киви значит только моменты мы решили огромное спасибо авиакомпании они конечно сделали такую работу провернули и до последнего главные инженеры инженер по безопасности оставался с нами я уже не выдержала уже у меня эмоции уже все я смотрю нам прощаться так вот просто как вы понимаете как родные люди они стали вот за это время за этот рейс я уже его внела говорю речи что он такой огромный мужик при может я вас обниму просто благодарю что вы с нами что все помогали ребятам он помогал и симбочку выносить помогал конечно это был момент я стрессовала сорвала голос потому что я сашу кричала на помощь и звала вот как раз кто если из центра килиманджаро вот а он в это время общался как раз таки с властями нужна была помощь не просто взять а как бы с умом взять да то есть нужно было чтобы подошел человек который соображает и быть уверенным в нем вот и я ему через весь аэропорт на пассажа саша голос срываю но чувствую что у меня вот так уже нервы концентрация сейчас понесут символ здесь нам не дали такой лифт как сделали в челябинск имени курчатова да кстати тоже если смотрят большие молодцы умнички просто сработали шикарно евгений вам отдельное спасибо службу безопасности вы просто красавцы конечно как вы все четко сделали тоже нам помогали на всех этапах а здесь нет такого понимаете здесь обычный трап и по ступенькам спускаться что они боятся держать они боятся держать они все равно это симба для них лев это стресс для танзанийцев шок вдруг он сейчас я не знаю восстанет и знает что они думали ну просто психологический барьер сложно перейти вот и вот этот хвостик и я вижу что хвостик он конечно же выпадает из насилок здесь лапка уже пошла но там вроде голову держит все нормально нас 3 еще надо все снимать но понятно что такие кадры это все мы будем выкладывать комментариями всем интересно вот на вроде все нормально все энергию держу все нормально ok ok чувствую все окей теперь надо его переложить и быстро вот эти манипуляции ну конечно с манипуляциями я доверяю только одному доктору я уж извиняюсь вот все остальное что там как бы происходило на площадке я вижу что они уже сразу по моему под харизмой считали сколько уколов я ставлю записывали название потом до меня доходит до кота секреты секреты фирмы а доктор тут уши развесил и все рассказывает потом июля подправила где так стоп стоп продолжение дали не выдаю в общем смотрите у нас получилось что все он был под седацией фоточку я запустила посмотрите как это было в шоке они видят симба лежит ну в общем конечно для них это разрыв шаблона я понимаю что все хорошо он дышит сердцебиение отлично есть время знаете как то вот этот внутренний все внутренний покой выдохнули и я поднимаю глаза и вижу наших ребят эти наши молодые аполлоны и уже танзаницы подключились и члены экипажа подключились и как-то все так понимаете и все как будто бы на одной волне все пошла энергия то есть фактически в унисон собрали эту клетку быстро до корень собрали очень быстро собрали и дальше мы симбу перекладывали в эту клетку уже еще спящего хорошую машину дали чтобы не трясло его до этого вынесли его до этого мы его у нас была в таком варьере довольно таки закрытом но уже вижу пальчики тянут уже интересно что там внутри чую-чую ночью это у нас характером поэтому вы представляете если чую лапку свое значит когтики свои выпустят что там будет я говорю пожалуйста пожалуйста be careful be careful потому что это все еще нам не хватало при прилете проблем чтоб сказали русская чую и покусала еще не хватало да что вот русский леопард покусал там кого-то из танзаницев поэтому мы чтобы это миновать всех предупредили близко не подходить к девочке ну конечно она была на стрессе симбатом и хоть и гладились и вы видели все равно что происходит она же у нас практически всем в темнице сижу за решеткой в темнице сырой это было про наши не вы слышишь сижу за решеткой в темнице сырой это как раз про его про нашу танзании в шоке это точно дальше да нет не то что некомпетентная они понимаете уже про карина много знают вот и а им было интересно понаблюдать как коры мы вчера ужинали уже тут в четвертом часу утра правда такой у нас был ужин тире завтрак и у них специализации то не говорят пять лет они учатся на ветеринара потом по два года специализация уже два животных максимум то есть например берут лев и носорог вот они специалисты только по львам и только по носорогам если там леопард например нужно леопарда полечить нет это уже они не могут сделать поэтому здесь тоже свой специфик вы знаете я вот люблю за что путешествие и вообще всю эту международную тему то что твой мир расширяется дополнительный язык это еще дополнительная жизнь дополнительный мир через призму которую ты можешь воспринимать эти вещи дополнить еще одна страна посещена это еще один шанс посмотреть вещи на на вообще на нашу жизнь и на все что происходит на действительность на реальность и еще и еще с какой-то стороны и все люди которые приходят нашу жизни и все 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 люди которых мы встречаем это тоже очень интересный опыт поэтому здесь не то что там компетентный некомпетентно это наверно специалистам решать но именно вот тот ветеринар который работал с нами мне кажется что она зная коррена она немножечко ну так сказать под его авторитетом боялась как-то себя показать может быть не с той стороны но я вот это сканировал говорит что показала градусником да но я сама возмутилась это это вся история с градусником ну в общем ладно мы пережили слава богу симба спал вот но вы же знаете что я в обиду симбу своего не дам поэтому все будет под контролем у нас жесточайший договор никто не имеет права никакую манипуляцию проводить даже мысли об этом держать без согласия доктора и чтобы мы скорее нам это все согласовали и перевозку осуществлять или там менять план питания то есть мы сделали с юристами договор такой что шаг лево шаг право в полном смысле слова знаете что вот но у меня конечно идея есть поставить камеру для симбы здесь проблемы с интернетом сейчас вот буду как-то это все решать потому что в центре интернета нет мы из отеля который находится в десяти минутах визы вот на дальше были технический момент сейчас наверно корень подойдет расскажет как это все было мы перевозили проходили таможенные это проходили границу получали электронную визу ребят кто летит в танзанию сразу берите фаст трек или визу делайте заранее еще потому что там бюрократия в расцвете то есть четыре окна до этого я прилетала мне все по-другому было я в занзибар тогда прилетала первый раз когда летела просто решать там за ней там через как раз мне вот андре делать через гип-терминал меня посадили дали кофе забрали паспорт через 15 минут принесли все с визы то есть этих подробностей я не видела а тут я прошла как обычные люди вот ну туристы проходят и конечно мне было плохо уже к четвертому окну когда в третьем окне тебе выдают одну бумажку во втором ставят печать а в четвертом тебе только дают визу а еще касса где ты оплачиваешь ну вот считайте пять этапов сделали визу которую вообще можно было сделать одним одним у одного пограничника до 1 того же поэтому сейчас вот я думаю как это все правильно правильно отрекомендовать тем кто у нас ну по моей основной работе в танзании собирается новогодние праздники конечно это все нужно как-то структурировать так но это уже так мысли параллельно так вот мы прошли все эти формальности и симба его уже в этот момент ехали очень-очень медленно на скорости 40 километров в час ехали центр но вы знаете что центр я исследовала вот и до было уже много раз и настройки было и принимала участие в разработке проекта но здесь когда я зашла появились детали появился дизайн который я безумно люблю вот чтобы были эти все фишечки красота чтобы все было по планете венера чтобы все все было красиво уютно и приятно сделали еве и к в стиле к дизайна вольер очень красиво там даже есть таки и к обоим все покажем ну условно да я конечно называю к обоим мне кажется ей понравилось красивый вольер сейчас расскажет карен свои впечатления и пока мы их держим в каранде это карантинный вольер то есть пока мы держим именно вот в этой комнате в этих комнатах у каждого своя у симба своем его своя вот и сильно я думала его все-таки вправо и посадят вольер его в левый что мне левый не очень понравится может мы его конечно переведем посмотрим посмотрим как мы это все сделаем это нужно еще вчера понимаете так было поздно и в в ночи и как-то уже у них было все готово не хотелось я вам знаете сейчас вот какой прикол покажу сейчас минуточку смотрите left side door вот таких ключиков только на simba house 20 штук я естественно забрала ключ и у нас ключики у нас хоть и местный ветеринар по-моему ей это не понравилось но это уже ее проблемы ссоре вот поэтому сейчас я иду к маленькому мы уйдем его проверять карен расскажет свои впечатления и заканчиваем завтрак потом еще раз да друзья значит впечатление да мы поместили наших зверей симбы большая такая комната есть такая лоджи для отдыха местная такая интересная салона все красиво с камнями огромное бревно поставили бы так уберите это бревнёк объясняю даже ну чё как я буду объяснять моими жестами что он вот сюда с лапками станет а эта сторона поднимется будет бить по задним лапками что делаете все уберите они нам сказали что львы любят чесать свои когти там а бревня горю наш левый шо любит грызть эти бревна так что давайте без всяких травматических дел это все убрали играть очень правильно было как бы очень грамотно сделано все конечно размеры вот этих всех решеток не позволят маме юлия зайти туда пальчиками и погладить и петь песенки байки вот это требование безопасности и вот этого до службы дикой природы даже размеры вот этих всех решеток которые везде и на окнах на на дверях вот симбочку мы открыли варьерчик чтоб он еще такой полупьяненький вот но кусочек мяса он поел он поел очень правильно все сделано что подача воды и еды было безопасно вот а дальше у него выход выход уже на территорию помните до 2 гектара вот там тоже есть такая мини клетка то есть это позволит что симба туда зайдет на его фиксируем он находится в этом пространстве видит свою свои владения вот мы закрыли зашли в комнату убрались за ним опять открыли он обратно пришел то есть все четко грамотно все сделано максимум безопасности для обслуживающего персонала вот у девочки комнатка напоминает наш зимний какой варьер да помните там нас бревно было вот так наискосок на полочку конечно полочка тут побольше чем у нас сюда очень похоже да по моей просьбе они сделали горшок так как наша девочка воспитанная девочка она ходит в горшок как у кошек да у нас был этот кошачий наполнитель а здесь они опилки подготовили потому что тут не знаем проблемы покупать зоомагазинах да тут вообще сказали всего что не вот юля подправляет меня это не знаю вот опилочки все подправили вот она очень сильно психовала я всех выгнал все боялись потому что животное без седации летела уме памяти еще там включила свою защиту пока таскали там на рыкало только мой голос успокаивал ее что тут папа рядом на них рыть рычит она по-зверски а с папой она как такой леопардово детский до женский вот все я аккуратно открыл все поспрятали все решетки заборы все закрыли то есть остаться папа остался осталась его даже мальчишки наши грит осторожно осторожно папа там тоже побоялись ну все нормально девочка вышла потом я вышел уже на улицу и со стороны улицы с ней разговаривал из дырочек из этих решеточек дырочек что мог увидел она наш пошла сразу давай нюхать конечно спасибо общероссийскому народному фронту по челябинской области которой несколько ящиков заморожены вот этой как он индейки до indy light положили с нами нет несколько коробок уже там успели растаять да мы сразу по приезду они все это вывалили морозили до так стоп нам надо чтоб утром все было то есть я там отложил на утро сейчас пойдем как раз кормим и тоже всем животным положили еды вот ну в целом в целом сейчас пойдем увидим как поночевали наши кисочки вот вот пользуясь случаем у кого есть выходы на мтс дорогие друзья из компании мтс ну негуманный у вас роуминг конечно я бы так снимала если был бы была бы связь да и могла бы эфиры вести но слушайте ребята это ну просто какой уже даже не актуальны такие цены иметь посмотрите теле 2 до сделали тариф 500 рублей сутки мтс один раз вышел 2000 списали так что если представители компании есть ну как-то пересмотрите пожалуйста тарифа хочется все-таки поделиться вот этой радостью что долетели да или положите на насчет деньги вчера пришла 1000 рублей от елены елены не помню отчество пользуюсь случаем спасибо я обязуюсь снять эту тысячу перевести ее в шиллинге сниму тогда там за низкими и обязательно что-то куплю на эти деньги а я хочу поблагодарить олеся из екатеринбурга который по три тысячи и мне давиду скинула деньги у нас появилась интернет даже саудовской аравии олесечка если смотришь спасибо огромное ты выручила потому что связи не было не могли даже с ватчиком связаться что он там какую-то копейку бросил нам что у нас появилась интернет потому что включили все наши деньги что там были просто и мы получили смс что нету на счету денег вот это здорово помогло хотя бы мы какие-то там моменты сбросили все переживали вы не представляете какие сообщения сегодня читаю как появился интернет уже в танзании это что-то напишите что там из-за коронавируса саудовской аравии за войны вас задержали вы там как там да знаете какой тревожные вещи там чуть не животные там от голода от жары начали нажрать в салоне ну в целом все хорошо я как раз на ю тубе сбросила прямое включение этого русской медной компании они ребята поснимали мы рассказывали как раз в чем причина задержки и так далее многие просили это видео пожалуйста и у меня на youtube канале есть смотрите скачивайте касается журналистов и федералов ну в целом целом постараемся подробно каждый день о чем-то показать что-то рассказать показать этот райский уголок корень скажи вот все таки я тебе рассказывал ты видел фоточки видео меня друзья вот и что я видел на видео на фото это не то это не то потому что масштабы совершенно другие даже вчера в темноте очень сильно темно я мог разглядеть очень такие до моменты которые вообще не похожи на это видео вообще не похожи на все фото которую мы до этого видели распространяли поэтому не отражали не отражали масштабы до масштабы гораздо объемнее гораздо большие ну фактически я уже чисто своим взглядом своим профессионализмом увидел оценил сегодня уже при свете солнечном естественно это все увидим все поснимаем я даже буду комментировать что всем было понятно и ясно потому что честно положа руку на сердце у нас россии таких барьеров нету касается и по по безопасности наличие водопровода сантехники к симби заходишь слева сразу туалет двери открывай нормальный унитаз то есть мойка помою ручки вот еще там намечается душ с учетом того что не надо забывать что здесь еще образовательный центр то есть очень много приходят изучают тогда все жарко африка все попотел зашел быстренько душиком раз два три все чистенький вышел вот фактически деревья такие подсажены но увидите увидите это все покажу вот глаз радует солнышко вышло у нас солнце вышло вчера мы прилетели дождик был такой моросил дождик я вот вижу здесь вопросы мэр челябинска помог мэр ни разу не приехала мерзит а губернатор губернатор да а мэр госпожа котова во первых она не приехала во вторых палки в колеса ну можно карен не скажет я скажу вставляла палки в колеса когда вот шла речь о выделении территории центра дали хорошую территорию около зоопарка хотели выделить она сделала все чтобы этой территории карену не досталось так что ну как бы как говорится и тьё карма твоя карма ты будешь разбираться но в общем то не знаю если она услышит мы будем рады знакомством она до сих пор только губернатора его семья за всем следят как-то и как-то по-человечески все очень эмоционально очень все органически происходит и видно что людям не все равно несмотря на то что они там и управленческие решения да алексей может принимать алексей леонид леонидачна скажу скажу утром алексей леонидач приехал именно в приют чтобы проводить нас до такой далекий путь одни добрые слова одни благодарности вот очень-очень переживал слова поддержки это для меня очень важно но первое что он сказал во первых ты ему очень понравилась реконструкция приюта варьеры я еще раз напомнил что огромная благодарность за те гранты которые до губернатор наш придумал и нам удалось два раза выиграть грант какую-то часть из этих денег мы превратили вот эту красоту вы наверно видели да как изменился приют но и самый главный для меня важный вопрос он спросил вы готовы к зиме я сказал знаете вот не успели солому докупить потому что на подстилку очень много уходит тут мы нам приходится вместо подстилки до постели с животным поселяться этот как он сеном вот буквально мы он еще не успел уехать у меня уже звонок субботу там оставьте ваши телефоны ребят мои телефоны будут недоступны я уже буду в африке давайте я вам скину ставить вот такой кипиш мы и выезжаем до меня такого сразу звонок вот то есть даже губернатор спрашивает вы готовы к зиме вот это это для меня очень важно и переживал а этот эта птица не замерзнет до ума ему не холодно ну то есть видно человеческая реакция нормального адекватного человека никого не хотим ничего ну как бы вы спрашиваете мы отвечаем вот его вот это да он говорит я его гладил пока маленький был я сейчас его тоже поглажу то есть даже знаете вот просто нормальный простой человек несмотря на такой большой статус ну и супруга ирина тоже она все быть наконец-то мы дождались этого дня все переживали и самое главное скорее долго там не оставаться ты нам здесь нужен вот так что мы попробуем попробуем наладить мосты потому что есть понимание особенно обмен опытов привести студентов у нас университет и куча всяких моментов у нас будет свободного времени много я попробую вот эти все мосты организовать потому что наша наша миссия наша работа она вне политики независимо от расстояния от границ мы делаем добрые дела и наши добрые дела фактически это прививка доброты это не только мы спасли да с вами льва и леопарда приведи сюда эта история должна прививаясь добро в человечество которые которые не хватает этой доброты вы посмотрите я на пресс-конференции посчитал сколько камер снимала это где-то 19 камер и насчитал да вот такое внимание такие до отношений сми мы фактически нужно такого наверное не было что история до впервые это организовано же было рмк скажем спасибо а вот я бы конечно крутые команды рмк я могу сказать что я с многими работала компаниями крупными это всегда большой вызов это всегда как новая вселенная потому что свои правила у каждый департамент за свое отвечает они друг другом как правило не согласованы но здесь особая личная благодарность выражу кириллу ирха но это понимаете человек который столько сделал для проекта хирилл я не знаю наверное вы не смотрите эфир но пусть вам передадут вам благодарность как профессионалу и человеческое и вообще много-много все пусть вам вернется добром самыми светлыми моментами вашей жизни то что вы сделали для нас в последние часы вылета благодаря вам мы улетели я это реально осознаю потому что у нас действительно были возникли там серьезные сложности и вся группа рамка который работает на симбо project и даже не было у меня возможности на предконференции вот директора фонда поблагодарить замечательная женщина видно что очень доброе от нее такие хорошие энергии идет но мы еще сделаем отдельный эфир потому что они классные партнеры то есть я их не называю спонсор ой кто это все все друзья просыпается сейчас вам покажу котика кто скажет что за порода вот и лапки короткие тот получит при чего-нибудь сувенирчик из танзании друзья угадываем породу этого кошка посмотрите кто я посмотрите кто я у меня короткие лапки марсель это марсель марсель он кстати тоже родом из россии это браун таби так раз так раз а вот пару маншкин африканский skylink мачкин да это маншкин только здесь смотрите глаза зеленые окрас как у бенгало классический мрамор вот то есть это такой леопардовый маншкин правильно это порода да это порода такая большие деньги купили вот говорит или подправлять смотрите какие короткие лапочки покажись покажись малышка вот он ходит тут пугает всех обезьянок и птичек да да такой бенгальский маншкин патрика друг лена пишет у патрика такой же окрас до леночка только у этого больше он очень добрый да 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 вот так вот не соскучимся тут у нас тут такие друзья сейчас еще и ричи придет если ричи придется все ричи это собачка а это мой лев вот и я их считаю партнерами потому что они классные они помогают они мы с ними у нас бывают и были и моменты где мы там спорили обсуждали но это нормально это же все понимаете это же все отношения взаимоотношения которые в итоге рождают что-то очень светлое хорошее поэтому мы еще к этому вернемся все мы позавтракали спасибо вам за эфир долго ли мы будем как бог даст не зарекаясь когда тем более речь идет о африке танзане ну конечно пока будем пока не решим все вопросы и у нас много встреч и уже пишут все танзанийские друзья буду выходить в эфир его ознакомиться со своими танзанийскими друзьями потому что они тоже все очень классные люди и в рекреации нет маленьких львят нет здесь зебры слонята гепард гепард и сервал по моему нет сервал мы посмотрим на которая мы не знаем посмотрим потом мы расскажем это уже отдельная тема поставим эту тему попозже черепаха я рассказывала как-то в эфир что да кстати давайте мы еще друзьям расскажем о том что у нас появились новые хэштеги симба в танзании сейчас юля напишет комментариях теперь новые хэштеги помните у нас первое было симба живи потом симба идите домой а теперь симба в танзании так опубликовать и следующий его его в танзании надеюсь что не сделал ошибку потому что тут не очень удобно его в танзане правильно симба за не да сейчас у нас эти новые хэштеги тоже используйте когда будьте распространять эфиры наши фотики из африки обязательно укажите хэштеги чтобы легко было найти распространяйте наш эфир и до новых встреч всех обнимаю целуем дальше не скажет я не прощаюсь я говорю вам до свидания я очень счастливая мне немножко отпускает или это валерья на так уже поделиться ничего не действует это валерья на я не рекомендовали таблетки но все что было в аптеке моего дома это валерья на тема пока тоже не прощаюсь всех очень люблю переживаю за символ день стольника не забывайте участвовать для стольника тема я вижу перевод спасибо дорогой у нас доброе утро 918 у нас московское время а следующий раз делаю покажу давайте сразу покажу чтобы вы посмотрели в какой на красоте карен как тут вот так карен вачиганыч посмотрите вот за что люблю танзанию ребят не тронутая так сейчас минутка от компании с отрывом не тронутая африканская жемчужина посмотрите какая зелень вообще такое количество оттенков зеленого я видела только пожалуй странах латинской америки центральной америки но вот настолько чтобы была африка зеленая что африка очень часто такие прерии выжженные а здесь видите какая красота вот это дерево помните этот наш фикус который на подоконниках растет у бабушек но почему-то не вырастает никогда больше чем 15 сантиметров лана каренов чаган убирать сигарету но мы знаем что он у нас курильщик вот но ничего здесь такой свежий воздух может быть он и поменьше станет курить мы без без стресса до отказываемся от вредных привычек так банановая пальма вот смотрите банановые листья рассказываю секрет красоты если обернешься банановым листом спа процедура девушки записывайте или запоминайте то это самый лучший detox и жирогон вот имейте ввиду все модели и голливудские звезды если им нужно влезть так сказать русским языком в платье красивая они делают вот три раза такое обертывание ну там с каким-то кремом еще что-то и по создается парниковый эффект и ты просто на глазах таешь но понятно что потом это все конечно набирается я так думаю но тем не менее нужно срочное похудение запоминать лайфхак вот такой бассейн приятно киперы киперы наверно спят вальчик привет прекрасно солнышко вышло до листья в москву хорошо эфир сохраню кипером пятерка с плюсом вальчик но мне очень тебя не хватает потому что ты понимаешь здесь вопросов огромное множество в пять часов приезжать приезжают приходят здесь сая обезьян что показать цветы да очень красивая вот и здесь такой красивый пруд но мне кажется там не берет уже вай-фай не берет вот наш ресторан мы на территории отелей аиши мочами который принадлежит тоже владельцу центра саша александру познакомлю с ним обязательно и нашего центра килиманджаро и не мокрем вот это это уже в следующих эфирах очень прощаюсь а корен вачиганыч еще раз пока мы желаем вам хорошего дня сегодня на двоих с трудом вспомнили что четверг вот нужно у меня еще рабочих дел полно писем нужно разобрести потому что вовсю начинают уже идти бронирование и так далее так что сейчас будем все в оперативном режиме дальше выполнять свои запланированные все что мы запланировали пока пока ребят и до новых встреч до передадим пока